Как же хочется, говоря о музыке, говорить только о музыке. Но просто мозг разрывается, когда ты понимаешь, что кроме твоего творчества огромные значения будут иметь обстоятельства политические, социальные, экономические, да ладно обстоятельства, события, которые произошли задолго до твоего рождения и к которым ты лично не имеешь никакого отношения. Вот такое немузыкальное предусловие предвосхищает историю композиции Моби Natural Blues, которая вот уже 22 года сводит с ума ценителей Ambient и New Age, которую Моби до сих пор называет своей любимой композицией, которую, как оказалось, мы могли и не услышать. Отчего Моби пришлось отказаться для решения действительно непростой ситуации? Для полного понимания проблемы, разумеется, стоит рассказать и историю, и предисторию создания трека. Обладательница совершенно уникального вокала Вера Холл родилась в городе Пейнсвилл в штате Алабама. Пела с детства, пела на всех семейных и общинных праздниках. Выйдя в 1917 году замуж за шахтера, она родила чудесную дочерку. Но семейное счастье продлилось всего три года. На шахтеров, возвращавшихся со смены, напали последователи только что возрожденного в те годы второго куклусклана. Почти вся смена была расстреляна. Разумеется, погиб и муж Веры. Деньги на пропитание себе и дочери она зарабатывала, как и любая афроамериканка в те времена, выполняя любую хозяйственную работу для белых. А пока Вера работала, она постоянно пела. Как она говорила, бог дал мне голос, который помогал заглушать мою боль. Как-то летом в жару, занимаясь шитьем вместе с подругами на улице, Вера пела. Так же, как и всегда. Надо признать, в такие моменты вокруг непременно собиралась толпа зевак, завороженных пением Веры Холл, что, собственно, никогда не смущало Веру. Необычным был лишь Форд, который приезжал уже третий день подряд и стоял там все время, пока Вера давала свой обыденный швейный концерт. На пассажирском диванчике Форда восседал незнакомец. Оказалось, что молва о поющей уличной швее докатилась и до знаменитого этноколлекционера и музыковеда Джона Эйвори Ломакса. На третий день Ломакс решился подойти к Вере. Он предложил ей записать несколько песен для библиотеки Конгресса США. И уже к 30-му году пластинки с волшебным голосом Веры Холл разлетались по штатам, как горячие пирожки. В своих мемуарах Ломакс писал «Ее пение похоже на глубокую пастушью флейту, мягкий и чистый тон, но всегда с оттенками губ и любящей удовольствие плотью». Разумеется, Ломакс приезжал к Вере Холл не единожды. И песню «Troubles so hard» Вера Холл записала в 1937 году. Будучи переизданной в сборнике народных песен «Cormley and Gravy», уже в 90-е песня попала в руки набиравшего обороты популярности гарлинца Ричарда Мелвилла Холла, приходящегося дальним родственником Герману Мелвиллу, автору знаменитого романа «Моби Дик», с легкой руки друзей детства, носящего прозвище «Моби». К тому моменту он уже успел отметиться в музыкальном мире новой версии темы Джеймса Бонда в фильме «Tomorrow Never Die». В тот момент в издательстве V2 уже готовился к релизу его пятый альбом «Play», так же, как и все предыдущие работы музыканта, записанные в его домашней студии. Как он сам любил шутить, в те времена общаясь с журналистами, «Я пишу свою музыку в спальне». И это сейчас, хоум-продакшн, дел привычное, а тогда, в 2000-м, большую музыку предпочитали писать на больших студиях. Так вот «Моби» твердо решил во что бы то ни стало успеть дописать в альбом новую композицию, которую он назвал «Natural Blues». И все было бы хорошо, не споткнись юристы издательства в самый неожиданный момент. Когда юр-отдел взялся чистить права, связываясь с владельцами засемплированных «Моби» композиций, они получили обескураживающий ответ от наследников Веры Холл. След, оставленный в семье Веры Холл убившими ее мужа-куклу с клановцами, привел и ее детей, и внуков в радикальные группировки, проповедующие не только идеи освобождения черного населения, но и идеи возмездия белым за все их преступления против афроамериканцев. Разумеется, речь о предшественниках радикального течения современного Black Lives Matter. Они наотрез отказались дать разрешение на использование вокала Веры в музыке белого гарлинца. И избавиться от расовых предрассудков, наследникам Веры Холл помог только весь гонорар, полученный Моби за работу над саундтреком к блокбастеру «Tomorrow Never Die». Сумма, выплаченная принципиальным наследником Веры Холл за разрешение на использование ее вокала в треке Моби, и по сей день не разглашается. Кстати, интересная история и с видео на Нейчерл Блюз. Как многие успели заметить, официально их два. И если мультипликационная версия является продолжением видео на песню «Why does my heart feel so bad?» Есть и версия игровая. Услышав Нейчерл Блюз, к Моби с просьбой разрешить ему снять свою версию обратился режиссер и фотограф Дэйв Лешепель. В своей версии клипа он изобразил сильно постаревшего Моби в инвалидном кресле и в состоянии уже почти невменяемом, о питающем в доме престарелых. Сюжет в подробностях пересказывать не стану, вы его видели на YouTube 42 миллиона раз. Так вот, как оказалось, сестра этого режиссера работала в доме престарелых, и неоднократно посещавший сестру на работе Дэйв Лешепель изобразил в клипе свой детский кошмар. Неоднократно увидев, как доживают свой век старики, он с детства боялся оказаться в таком положении. Результат самому Моби не понравился. Но это не помешало клипу получить награду, как видео-год на MTV Music Awards. Ну а свежие откуда ноты растут? Не пропустите скоро. Здесь всегда ваш Николай Крупатин. О-о-о, Ла-де, мой. Требо-со, хар-нед.